В Караганды жители многоэтажного дома 15 лет страдают от своей соседки. Пожилая женщина собирает в квартире мусор. Из-за этого в подъезде завелись крысы и тараканы, которых невозможно вывезти. Что делать, если соседи страдают синдромом накопительства, узнавала Людмила Батюшкина. Баба Катя, как всегда, собирает мусор. Активно собирает мусор. Баба Катя – местная знаменитость. Соседи уверяют, что хламом и отходами забита вся трехкомнатная квартира, включая туалет. А хозяйка вынуждена вползать в свою квартиру на четвереньках. Мы живем, только делаем в квартире инфекцию. У нас и дети, у нас и внуки. Это очень страшно. Гостей позвать невозможно, где-то тараканы вылезет. Мало того, женщина торгует тем, что находит на помойках, и покупатели могут не знать, откуда этот товар. С нами баба Катя разговаривать не захотела, но соседи говорят, что она очень начитанная и раньше работала главным бухгалтером. И сколько мы с ней не разговаривали, и угрожали, говорили, что мы будем просить тебя выселить и тому подобное. У меня чисто. Потом, когда дверь открыла, мы сами, может, туда не ходили, а у нее нигде нет места. Соседи жаловались и в СЭС, и в полицию, и в ЭКИМАТ. Все без толку. Синдром Плюшкина или склонность к собирательству – это не психическое заболевание, говорят врачи, но часто ему сопутствуют. Собирательство чаще всего появляется у пожилых людей, переживших голод. Только полицейский может выходить к нам, к медикам, со своим ходатайством, чтобы мы это осмотрели. Возможны такие явления, что мы можем госпитализировать этого человека. Иногда даже бывает это принудительно, то есть через суд. По закону о жилищных отношениях, собственник имеет право все, что угодно делать в своей собственности. Но если он нарушает права других людей, его все же можно через суд ограничить в правах пользования квартирой, говорят юристы. Ограничение в право собственности использования, в право использования автомобилей, автотранспорта. То есть, если ты его неправильно используешь, сотрудники ГАИ приезжают, изымают и ставят на штрафстоянку до определенного периода. Здесь такая же ситуация. Суд может обязать хозяйку вынести мусор из квартиры. Другое дело, что вскоре Плюшкины начинают собирать его снова. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.